как вы пришли к выводу что в россии кроме православной монархии нельзя ничего построить и какой народ должен быть для меритократии ну сингапуре меритократия посмотри какой там народ почему кроме православной монархии ничего в россии построить нельзя но потому что российская государственность она большую часть своего времени она существовала формате православной монархии и когда даже после семнадцатого года были попытки значит из сталина сделать какой-то царя иосифа православная церковь вообще 100 современная церковь православная которая вот сейчас существует в россии она вообще при стали не было создано и к стали но эта церковь относилась очень комплементарно несмотря на все гонения несмотря там убийств на убийство священников там официальные иерархии церкви этом как у начиная с какого-нибудь там этого патриарха сергия они там просто стали ну нализывали просто невероятно типа великий вождь спаситель поэтому ну вот исходя из этого я делаю такой вывод ну то есть я вслед за максимум кацам конечно не считаю что менты менталитет что-то неизменное да то есть я считаю что конечно менталитет может вполне меняться но это происходит не так быстро как хотелось бы некоторым так почему по вашей логике монарх в россии должен делить власть церквью они например с парламентом посмотри на историю традиции парламентаризма в россии ну как бы церковь это важный институт вне зависимости от того что это православная церковь или там церковь святого праведного диамата имени профессор попова любом случае это важная хуйня потому что можно контролировать огромное количество людей при помощи какой-то доктрины религиозной или квази религиозной с парламентом это так не работает то есть по парламент но это просто кучка мудаков которых избрали куда-то и все они там сидят ругаются друг с другом то есть но это бесполезно религиозная доктрина она имеет пользу можно сплотить людей там не за война какая-то началась какой-то патриарх может выступить там сказать там вставайте люди русские там на смертный бой и так далее по парламент ну как на мнение парламента всем похуй то есть религия намного важнее парламента потому что с точки зрения как бы при помощи религии можно контролировать поведение людей а парламент это кучка хуесосов которые не могут контролировать даже свои собственные действия поэтому религия важнее намного что религия она сплачивает людей за религию люди там готовы умирать убивать друг друга там еще что-то а парламент ну слушай посмотри с какие-нибудь видео с заседания государственной думы ты ты готов умереть за этих людей я я боюсь что не найдется ни одного человека который был бы готов умереть за вот кого-то из тех кто там присутствует поэтому конечно конечно религия важнее намного у нас есть супер учения но все объясняет истина в истине в истине там летающие великие боги базиса и надстройки иисуса поэтому мы должны там не знаю построить что-то или там поубивать всех врагов точно это мобилизует людей а парламент ну просто какие-то горлопаны которые там сидят учета голосуют ну ахуенно просто какие-то странные люди на государственном содержании на полном пансионе